Не могу я пойти и сказать, помогите мне там многодетная мать, мы сами греем, сами воспитываем, трудимся, и муж, и я, он у меня пенсионер МВД, на двух работах старается, я тоже подрабатываю. И вот сегодня никто не скажет, что я такая разбуденная, а я полчетвертого, полтретьего ложусь, утром встаю, и вы знаете, я счастливая. Я устаю, да, но я счастливая. Могу вопрос к психологу. Как вы оцените, вот наш герой, да, говорит, у меня самое лучшее, у меня качественные дети, у меня суперобразование, я особо уважаемый гражданин России. Вот, может быть, действительно, когда ты позиционируешь себя в превосходной степени, дети у меня, цари-царевичи, это о чем ты говоришь, и, может быть, действительно помогает жизни? Это очень о многом говорит, и я как раз хотела бы обратить внимание всех присутствующих, уважаемой публике, на способность вот к контакту нашего уважаемого героя Владимира. Не на один вопрос, фактически, который, например, я пыталась задать, или вот зрители, скажем, о профессии, так это и осталось вот тайной для присутствующих. В чем реализовался в профессии, например, наш уважаемый Владимир? Потом о любви вот совершенно верно отметила еще одна наша гостья. Мы про любовь не говорим, мы о работе не говорим, о самореализации тоже. Есть такая очень простая вещь, как ответственность. Очень здорово придумали перекладывать ответственность на кого-то, на своих старших детей, на каких-то людей богатых, которые могли бы спонсировать и обеспечивать вас, на государство. Притом вы отмечаете, что вот имена такие, да, придумываете для детей в превосходной степени «умница», «красавица», «любимица». Представьте себе женщину, скажем, 25 лет, которая влезет к кому-нибудь и скажет «Меня зовут «умница», «красавица», «любимица» Владимировна». Дура! Она наоборотила к нам! Что, чтобы подумать о ней люди, скажем, она пришла куда-то на работу, на собеседование. Это явно уже не проявление социальной адаптированности. Это одно. Потом, вот меня еще как психолога, например, интересует вещь такая. Я задала вопрос о ней, но о чем я тоже не получила. Вот, скажем, в каком возрасте вы, Владимир, придумали из-за детей вот такими нетипичными именами? Вот король, там, и царь, например, царица и прочее. Может быть, это связано с вашим возрастным кризисом? Может быть. Это нормально, это нормально, как раз. Полясняю. Ни весну, ни весеннее обострение, никаких обучений. Причем, чего хочет подыскать? Это такая передача ваша. Вот еще, извините, пожалуйста, Владимир, я вас все-таки перебью. Обратите внимание на манеру общения Владимира. Кто бы и что бы ему не сказал, в ответ идет агрессия. То есть человек, в принципе, не способен слышать. Агрессия, где агрессия? Она больше всех воняет. Ну, я глубоко согласна с предыдущим оратором. Вопрос в том, что мы говорили здесь не о количестве детей, а о качестве детей. Вот первый раз мы с дебутатом чревом согласны. И о каком качестве детей можно говорить, если родители абсолютные маргиналы? Если папа, действительно, не способен к диалогу, Агрессия, она у нас, в принципе, такая бессовестная и глухонемая. И вот ее социальности, мы не знаем, что она в задаче ей глубже. Да. Надежда, поговорите, вы же, у вас все микрофон включен, все 45 минут. Что вы отвергаетесь, если вы слышите вообще? Как ты, влюбила, господи. Мы хотим услышать, что вы знаете больше слов, чем кошка у Марии Арбатовой, что вы где-то были, видели в своей жизни, были в театре когда-то. Конечно, везде была, везде ездила. Я приехала в Санкт-Петербург, я не из Санкт-Петербурга, конечно, тоже из многодетной семьи, шестой ребенок в семье у матери. И отлично встретила мужа. Я вот все это дело слушал, и закончилось вот тем, с чего мы начали. Я хочу заметить, что после всех практически революций и социальных потрясений людей называют вот так, русская революция, доздроперма, там, белая ночи или еще что-то такое. После французской революции такое было. И вот то, что сейчас это опять возникает в России, меня несколько беспокоит. Меня несколько беспокоит, потому что не свидетельствует ли это о каком-то нездоровье социального организма вот такие вот штуки. Дали девятых детей, Владимир Алексеев, они сегодня здесь. Вырезали мои ответы, слышишь? Да. Все, что я сказал, у вас, смотрите. Что я сказал, что я не прошу ничего. Да. Они вырезали, засранцы. Пусть под ленгой, да. Поэтому в броню, что я их областрал все. Так, быстренько, познакомимся, а тебя как зовут? Андрей. Наташа. Король. 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 Царица. Настя. Ага. Егор. Маша. Царь. Ага. Государь. Государь. Юбинца. Юбинца. Так что это, хорошо. Хозяин, умница. Уже хуже, красавица. Любимица, она понимает, она выбрала самое главное. Свет в животе, издавил, сидел. А, понятно. Ну что ж, я надеюсь, что у вас все в среде получится. Ваши родители будут вами гордиться. И прежде чем заводить детей и думать, как их назвать, помните, что ответственность это прежде всего. Вы в ответе за судьбу ваших детей. Берегите себя и своих близких. Этого программа пусть говорят. До свидания. Где такой гостей? Ну вырежет.